Здравствуй, дорогой зритель! Продолжаем играть в Axion. У нас проблемы с доверием, потому что серьезный голод везде. Сейчас мы будем пытаться это доверием выравнивать всякими вот такими штуками, вот такими штуками. Потому что я там говорил, что технологий у нас дофига, и мы их всегда сможем применить и получить за них быну-сяку. Но на самом деле не можем уже, потому что кончились очки науки. Нам еще нужно разобраться с аккумуляторами, потому что, чтобы двигаться дальше по сюжету, нужно аккумуляторов настроить. И хотелось бы еще, конечно, разморозить людей и забрать этот квест себе тоже. Но, чтобы его выполнить, нужно решить вопрос с едой. А я, откровенно говоря, не понимаю, что с ней происходит, потому что здесь написано, что ее как будто на 340%, то есть мы в 3 раза закрываем потребности свои, а по факту везде голод. Хотя вот сейчас как будто 5 лишних единичек появилось. Поэтому сейчас попробуем еще разок. Вот так, не вот этой. Вот так нам сделать. Одну и вторую. Вот эту сейчас сломаем. Сдвинем в сторонку. И поставим 2 вместо этой одной. Так, ну вот опять в первом секторе там люди с голоду с ума сходят. 57. Перестаем возить в пятый. Даем и выключайся. В пятый больше не возим. Из пятого возим. Ну, сейчас в первой возе. Вот так. Излишки. Пусть отдает. Все, и сейчас еще здесь поставим 2. Я думал, чем дальше по технологиям, тем круче. Стой, дорогу не подвинул. Но в итоге... В итоге все равно не выходит. Вот так вот делаем 2. Пускай они сейчас быстренько отстроятся. Хотя вот 7 и 6 в 5 циклов. То есть у нас избыток еды. Почему на складах-то она не растет? Вот вопрос. Ой, сейчас беда. Как бы и по сюжету бы надо бы ломиться уже вперед. Но... Но и вот этих не хочется бросать. Тоже. Так, доверие, доверие, доверие. Значит, чтобы вернуть доверие. Домик на стабильность. Вот так, наверное, да? Туда не влезет. Значит, берем сюда домик на стабильность. Что-то здесь сектор какой-то получился. А, фигня. Фигня фигней. Ничего. Делал под электростанцию. В итоге дроны. Но дроны... Опять же, я не уверен, что дроны переносят между теми секторами. Мне кажется, они только сюда быстро приносят. Ведь дроны как бы не это. Станция не используется. Склады эти стоят тут тоже. И без них нормально шили. То есть, вообще никакого прикола. Такс. Пища. Тындык. Тындык. Еще две ставим. Мы еще вот туда можем открыть технологию. Накидать пару бассейнов. Сколько там она стоит? Сорокет. Но мы сейчас делаем подъемники. Подъемники, чтобы быстрее все забиралось. Потому что постоянно вот эти весят значки о том, что нехватка. Здесь еще и нехватка воды. Сюда нам их ставить нерезонно. Там еще две можно. Ну-ка, вот сюда не влезет такая. А две. Тоже не влезут две. Хотя одну ванну снести. Поставить две таких можно. Либо потом второй технологии, второй ванной. Давай пока одну, наверное, снесем. А как это сделать? По одной-то. Сейчас все снесутся. Нет, по одной. Нормально. Лучше мы вернемся к старым проверенным технологиям. Вот этим. Так. Дорогой все дело. Ой, туда. Ой. Доверие вернулось. Это хорошо. Даже еще не пришлось ничего для этого выдумывать. Хотя в первом секторе все еще все фигово. Хотя вот 14... 14 еды даже вот по 21, даже по среднему балансу получается, что еды много. Но везде по полтиннику. То есть тут вообще даже уже в 80. Здесь в 70-ку копим. Давай по 65 во всех секторах поставим. 65, 65, 65, 65. Все, везде развозим. 16 в плюс как будто. Как будто бы. Но при этом первый сектор все равно голодает. Вот еда, вот еда. Может нам следующий, кстати, круг может наедяться. Нам нужно разморозить 10 чуваков, чтобы вот эти склады переделать. Стартуем. У тебя сейчас разморозишь 10 чуваков. Как накинуться, как все пожрут. Ну, может нет. Ладно. Рискнем. Потом на большой склад свалим с вот этого, с вот этого. Так. Вот этот разберем. Один из них под схемы переделаем. Вместо оптимизируем немножко. Можно, конечно, полезть в 6 сектор. И там заняться едальными. Еще больше наделать еды всякой. Ну, как-то вообще не очень выглядит. Так. Все разобрали. Отлично. Разобрали. Хорош. Пока тормозите, парни. Вот это ломаем. Вот это ломаем. Так. Вот это разберем. Сейчас сплавы. Выгрузи сюда. Кстати, полимеров снова накопили. Льда накопили. Ну, в целом, по лесам вроде все нормально у нас. Все ничего. В пятом секторе нету корабля водорода подвезти. А, туда фиг подвезешь. Фиксим с водородом. Ладно. Немножко кремния доберем. Есть. Разобрали. Значит, делаем средний склад. Ну, давай его сдвинем. Зачем так? Зачем тут дорога мешается? Убираем. Склад. Вот так. Дорожку маленькую подведем к нему. Да и все. Схемка валялась где-то. Вот валяется схемка. Так. Это склад под людишек у нас. Берем. Сейчас заберутся отсюда. Заберутся отсюда. Эти два можно сломать. В склад сплавов сделать большой. И. Хотя можно вот эти два сломать. Вот полимеры. А те ставят по одному. Например. Ну, давай вывезем. В любом случае. Вывезем их отсюда. И отсюда вывезем. Под полимеры большой все-таки сделаем. Вот этот будет полимерный. Сейчас. А тут не будет полимерный. Вывезем. Сделаем большой под полимеры. Еда. Ну, как ты там. Плюс 16. Ну, вот еда наконец-то накопилась. Ура, блин. Наконец-то накопилась еда. Ставим в максимум. Первый сектор. Сейчас завалим пищей просто. Да и второй завалим пищей. Так, мусор. Мусор уходит на грибы. Сюда подвозят. Подвозят. Здесь, кстати, много мусора. Ну, и все. Вот сейчас вроде с едой нормально. Можно размораживать. Хоть чуть-чуть людей начинать. Но только следить надо за едой. Аккуратно очень. Потому что хочу это тоже закрыть. И нам остается изобрести аккумуляторы по ловче. Так, эти два ломаем. Потому что те, которые у нас есть, они как будто не обеспечивают необходимой мощности. Ну, если бы мы их просто навтыкаем много, но много мы их не можем не втыкать, потому что места нет. Столько. Потому что надо каждый сектор запитать от аккумуляторов, чтобы система про не вырубилась. Так, нет установки для зондов. А, горят зонды. Горят зонды. Мы могли бы еще ферма выгребсти. И людишек. Сообщают, что не хватка рабочих. Но рабочих сейчас вернем. Будет хватка. Все в плюсах. Так, почему не ломается? А, они не убираются. Полимеры. О, полимеры сплавом. Сейчас убираем. Есть, разобрали. Как раз у нас тут есть одна микросхема. Индекс. Все, полимеры. Ты полимеры, а ты больше не полимеры. А ты больше не сплавы. Ты микросхемы. Хотя микросхемы можно вон туда унести, а для сплавов сделать тоже большой запасник. Да, давай так сделаем. Так, ты сплавай, ты не сплавай. Фу, нет, ты так чуть-чуть не то делаешь. Ты как раз сплавай, а вот ты как раз не сплавай. Сейчас эти два сломаем, соберем один большой. Еды уже 850. Первый. В максимуме второй. Заливайся тоже едой по максимуму. Пятый. По максимуму. Четвертый. По максимуму. Третий. Ну, третий раздает. Его пока рано. По максимуму загружать. Ломаем этот. Ломаем этот. Сделаем большой склад для сплавов. Людишки размораживаются. И до 885. Пока нормально, пока хватает. Два здоровых на Кремнии. Кремнии не возят. Почему Кремнии не возите? Потому что Кремнии нет. А, и совсем нет. Кремния нет совсем. Да, Кремния нет совсем. Вот, ферму можно еще добрать. И идем, и идем, и идем в аккумуляторы. Так, аккумуляторы. Нам нужно исследовать здоровый на 300. Выяснить, какого он размера. Чтобы было понятно, куда его строить. Еда 11. Нормально, в плюсах. Так, лед не вывозится. Ферму не вывозится. Тут всего тоже завались. Разобрали. Здесь местность. Убираем. Делаем большой, хороший склад под сплавчики. Киндекс. Собственно, мы его делаем тут под сплавом. А нам не хватит микросхем. Ну, вот здесь и будут микросхемы у нас, значит. Пришлите нам микросхемы. Где у нас микросхема? Вот у нас микросхема первой. Сейчас пришлют микросхемы. Построим этот складик. Хотя нет, дроны сюда тоже привезли. Нет, значит, они по всему кораблю летают. Ладно, это хоть как-то еще. Все, здесь плав, здесь микросхемы. Закончили мы с распределением складов в первом секторе. Разморозка, людишек идет. Еще 670 человек надо разморозить. Можно начать таскать в первый сектор новые колбы. В четвертом секторе кончилась еда. Что? Что? Вы что, офигели? Как эта еда? Вот 80 еды. Может, она не работала просто в какой-то момент? Сейчас аккумулятор увидим. Люди, ну вы что, офигеете-то? Там переутомление наступило. Вы, блин, занимайтесь разморозкой рабочих. Каким образом... Каким образом... Каким образом у вас переутомление наступило? Еще не хватает. Удар? Куда? Куда делись рабочие? Хе, уж нормально было. Столовая через 0-1. Так, ну, смотрим. Финдекс. Все, поели. И тут всего полно. Ну. Проверяем. Сектор 5. Еда по максимуму. Сектор 4. По максимуму. Сектор 3. Развозит. Рабочих все еще нехватка. Но мы новых размораживаем. И у нас. Должен стоять. Приоритет на разморозку только рабочих. Да. Так что тут у нас все хорошо. Все хорошо. Все отлично. Осталось технологии дотянуть. Дотянули аккумулятор новый. Смотрим. 5 на 5 его размер. Ой, блин, ну ладно. 5 на 5. Ну, допустим, в пятый сектор. 5 на 5. Мы можем себе позволить аккумуляторчик. Причем вот даже вот так вот аккуратненько. Даже аккуратненько он войдет. Это обычно криво и косо. Но тут он войдет идеально. Тендикс. Погнали заряжать. Нам нужно 5 секторов. Главное, так что хотя бы в 5 из 5, да? На 5 циклов. Сейчас посмотрим. На 5. Здесь у нас на 1,4. Здесь тоже, наверное, здоровый. Вот так, если я воткну. Тут останется еще четверочки. Тут поддомное место. Но здесь по-любому нужны какие-то, потому что здесь вообще никаких нет. А надо. Вот так, если сделать. Вот так провести дорогу. То еще можно будет. Ну, два маленьких еще можно зарядить. Раз, два. Чего-то кто-то просит. Чего вы хотите? Так. Несколько недавно пробудившихся, выжившихся. Томинанки холодно. Встретя на Тайконе. Те, кто в Спартагора, не забыли, как войска ООН убивали их товарищей. Так. Отправить на лечение. Любой сотрудник, поливающий враждебность, будет отправлен на реабилитацию. Да, именно так. Нифига. Нифига бузить. У нас важная миссия. Кто будет саботировать ее, тех на переплавку. А вот здесь вот я вижу место под аккумуляторы. 3,8. Ну, маленький придется ставить. Куда деваться? Ну, вот один сюда маленький. Один сюда маленький. Сюда маленький. Сюда даже два можно маленьких. Они рабочих пожирают? Или нет? Нет, они рабочих не пожирают. Это хорошо. Значит, можно еще воткнуть маленьких аккумуляторов. Два штуки. Я думаю, что здесь хватит нам теперь. Так, тут можно... Бых-бых. И все, повзрывались все аккумуляторы. Вот терраса. Свезло так свезло. Еда минус 2. Наразмораживаем народу. Еда минус 2. А можно взять технологию еще плюс 2 ванных. 40. Запускаем. Выполним ее. Расширим здесь еду. На один недель. А, нет, он еще не зарядился. Я думал, что он всего... Так, хочу с доверием. Дима 4. Здесь, кстати, не хватает домика одного. На стабильность. А, нет. А где он? Что-то я не вижу его. Центра альтернативной жизни тут нет. И какого-нибудь памятника. А если тут у нас специализация, чтобы с памятником определиться, пока нельзя это выяснить. То, может, памятник стоит уже сейчас сюда воткнуть. Прочность ниже 50. А почему? Погодные условия. Облако вернулось? Нет, не вернулось. А что тогда за погодные условия там? Где-то нету сплавов. Сплавы есть. Тут есть, тут есть. Везде сплавы есть. А что же вы не ремонтируетесь? А, наверное, из-за взрывов в пятом секторе, да? Чтобы сломалось. Это же тоже бьет по прочности. Так, ну полимеров вообще уже 1100 складывать некуда. Там все отстроили. Да, больше ничего нельзя отстроить. Еда в плюсе. Ну, колбы, колбы, колбы разморозить. Кремни переработали. Углерод в лимите. Ферм в лимите. Сплавов много. Не пойму, почему. А, из переутомления. Так, понятно. Блин, а что? Что такое-то? Я сделал больше людей, чем... В общем, чем переутомление. Не то, что не пропало. Так, 160, 200. Не то, что не пропало. И выше, больше стало. Здесь на 7, здесь на 4, здесь на 2, здесь на 5. Так, один большой, два маленьких пятак дают. Хорошо. Здесь на 2. Еще маленьких надо навтыкать. Выйдем тоже на пятак. Но я думаю, что забрать надо вот этих пять сотен все-таки. Хотя вот еда уже минус 7. Либо открывать шестой, там строить едальнюю. Но это еще затянется тогда все. А шестой откроешь, нужны будут рабочие, которых не хватает. Днус 11. Еда. Почему-то фигня, никто не хочет ремонтировать. В первом секторе недоедание. Ага, 614. Сейчас куда-нибудь переведем эти 16 человек. В третий сектор. С первого в третий. Уйдите. Корпус не растет. Из-за поврежденных сооружений минус 20. Сейчас еще больше из-за поврежденных. Минус 60. Но здесь ремонт идет, а здесь не идет ремонт. Запрос на ремонт отправлен. Тут вообще не хватает, что ли, нифига людей. Да, сильно не хватает. Ну вот этот склад можно остановить. Освободим 8 работников. Вот этот склад можно остановить. Мы с него никого не берем. Лед нужен. Сплавы на ремонт тратится, я думаю. Мусорка нужна. Полимеры мы не используем пока. Тоже можно вырубить. Микросхемы. Тоже пока можно тормознуть. Ну что, теперь с работниками полегче, но не сильно. В третьем такую толпу народу надо. Так, в третьем. Полимеры. Тоже давай остановим. Лед нужен. Не, аккумуляторы точно людей не требуют. Транспортные корабли, наверное. 7,6 в плюсе. Еда, хорошо. Прочность ниже 50. Ё-моё, в третьем секторе. Чё-то какой тотальный голод. Столовка есть. Запасы есть. Вот из-за сломанной фигни, из-за вот этой, не получается отремонтировать. Что она дорогу... Дорога, может, и не подходит. Не могу посмотреть. Да нет, наверное, подходит. Да, это уже работало. Если бы не ценила, она бы не работала. Значит, дело в работниках. 50 человек не хватает. Можно сделать еще одну морозильную камеру. Разморозильную камеру. Чтобы быстрее их размораживать два раза. Пожар. Пожар. Ну вот этот можно склад выключить тоже пока что. Так, вот этот неназначенный не подо что склад тоже можно выключить. Схемы. Один можно вырубить, потому что кремния-то нет. Ну, чё делать? Перерабатывать нечего. Можно второй тогда остановить. По той же причине. Так, ну этот склад вообще можно остановить тогда, потому что кремния-то нет. Полимеры. Полимеры мы здесь никуда не тратим. Склад забит, останавливаем. Смотрим, работников. 27. Чуть я столько всего остановил. А, вот, 160 и 116. Вот теперь из второго сектора переводим рабочих. В пятый. Там не хватает 50. А здесь лишний, примерно 50. Ну и давайте. Тендекс. Всё, сейчас. Я думаю, они дырку эту заремонтируют, успокоятся. Корпус выйдет в плюс. А у нас закончилось исследование ванночек. Но здесь я не хочу стать, здесь они так уже минусятся. А вот здесь можно ещё воткнуть одну ванночку. Сейчас будет ещё больше еды. Хотя можно и тут тоже, наверное, воткнуть шестую ванночку. Нет, нельзя. Нам здесь нужны аккумуляторы. Строим здоровый аккумулятор. Как раз под эти размерчики. И ряд из маленьких можно сделать. Вот сюда. Вот сюда. И вот сюда. Вот сюда. Этой дорогой присоединить. Всё. Здесь ещё 4х4 остаётся. Какой-нибудь складик. Либо даже 5х5. Всё, сейчас ещё один сектор запитаем. Здесь 7х4. Здесь 7х4. Здесь 2х4. Сейчас отстроится будет больше. Здесь 5х4. Здесь 2х4. Вот здесь надо ещё отстроить. Немножко аккумуляторов. И, в принципе, у нас всё готово. Останется только разворозку сделать. Блин, минус 3,6 уже. Давай ещё забьём эти все места. Да, блин. Эти зерновые фермы лезут всё время. Ага. Забьёшь тут как же. Тоже не влазит уже. Ну, вот сюда одну. Блин, ну так вообще не хочется вставлять. Вообще криво. Чё с первым сектором не так? Больше 600 человек, да? Нет, не больше. А, больше, да. Больше 700. 130 человек надо отселить куда-то. Во второй сектор. Вроде должны они убедить рабочих. Но будут они, походу, всех подряд. Потому что рабочих не прибавляется. Минус 1. И эту фигню так и не отремонтировали. Несмотря на то, что рабочих я сюда нагнал. 4 на 4. Ну вот сюда можно воткнуть. Там будет дырка 4 на 4, какой-нибудь склад. Здесь тянем дорогу. Там туда мелких аккумуляторов втыкаем. Тиндекс. 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 Еще один только влезет. Тикс. Аккумуляторы. Ну вот тут. Как раз по 3. Должно хватить. Еще еда, еще еда. Минус 4,4. А я хочу еще 3 сотки поднять. И прочность корпуса не восстанавливается из этой фигни. Да блин, что не так с тобой фигня? Можно тебя снести? Да. Нет, нельзя. Купал в втором секторе. Не хватает жилья. Давайте в 5 тогда. 2 в 5. И с первого в 5 еще 40. Да давай 50. Блин, эта штука конкретно вымораживает. Потому что корпус очень слабо прирастает. Такими темпами его до максимума закребемся доводить. Так, здесь еду сделаю, здесь еду сделано. Этих перевели. Грибы только можно еще сделать. О, вот, вот крутая тема. Единицы пищи хватает, чтобы не кормить больше народа. И еще больше народа. Все, погнали в эту тему. Нам будет еды хватать. И так. Правда, здесь нужно много всего исследовать. Но зато вопрос с едой будет решен. Кстати, вопрос. Так, мы не открыли здесь. Хотя он, наверное, откроется после того, как мы все аккумуляторы сделаем. Проверим. Четыре из пяти. Так, а кому не хватило? О, здесь не хватило. Ну на. С двух узоров точно хватит. Включаем две схемки. Все, выключаем. Все, сейчас, если эту вытянем, ну не если, а когда достроится, у нас, по идее, появятся возможности. Сейчас он зарядится. С этой шнягой есть подозрение, что дорога все-таки с другой стороны у нее. Но, блин, ломать. Так, ну а корпус на минус 80 вылетает. А, там еще все повредилось. Да, нехило так. Аккумуляторы взрываются. Есть еще технологии на увеличение скорости ремонта. Наверное, в них надо. Но нам сейчас надо в еду, пока у нас есть запасики небольшие. Уйти в еду. Потом скорость ремонта. Потому что ремонт сейчас все время начинает убывать. А с вот этой фигней вообще он все время будет убывать. Она сильно нас минусит. О, все, закончилось. Так, ждем сообщения от скучного интеллекта своего. Контрмеры недоступны. Вот это поворот. Я был уверен, что эта штука включится, когда у нас будут аккумуляторы. Либо это обязательный квест на 2000 людей. И мы не сдернем отсюда, пока его не выполним. Может и так. Ну, тогда я думаю, что... Там, сейчас и закончилась одна, да? Идем дальше в столовку. Берем следующую. Чтобы больше еды было. Ну, тогда я думаю, я покручу просто время, чтобы получить эти очки. В принципе, как ты видишь, все стабильно. Доверие в максимуме. Прочность корпуса... Прочность корпуса, конечно, не очень. Туда-сюда. Но, чтобы с прочностью корпуса разобраться, у нас полно феррум еще. Хотя, как сказать... Все добыли. Хотя не так уж и полно. Но сплавы припасены. Строить больше ничего не нужно. То есть, время повисеть в системе у нас есть. Конечно, хорошо бы еще феррум охапнуть. Но я уже тут все излазил. Кроме кремния. Ловить особо нечего. И, походу, пока мы всех не разморозим, движение по квесту у нас и не откроется. Я-то думал, на батарейках. Завязать, нет, не на батарейке. Это где-то. То есть, кремния выловить. Вот он. Вот. Поэтому, чтобы серию не тянуть, я сейчас остановлю все это дело. Буду качать, качать науку. Хорошо бы, конечно, хватило времени и сплавов, чтобы эта вся наука прокачалась в еду. тогда нам хватит. И тогда в следующей серии мы уже сразу будем прыгать. Поэтому подписывайся на канал, нажимай колокольчик, пиши комментарии, ставь лайки. Спасибо за просмотр. И пока.